Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. Хотелось бы поздравить вас с первым днём весны. Сегодня 1 марта, встала рано, я умничка, да. Давненько не снимала для вас влоги, просто потому что снимать было нечего. Я не выходила из дома, просто работала на дому, так скажем. На улице была очень холодная, очень плохая погода. И вроде на шопинг не сходишь и по гостям. Хотя вчера я была в гостях и засняла вам очень интересные истории, как я делаю ктабики, тыры-пыры. И всем эти истории очень зашли, всем очень понравились. Всем мне безумно приятно, когда вы делаете ответ на историю. Так что чаще так делайте. Это мотивирует меня снимать много историй для вас. Кстати, ссылочка на мой инстаграм будет внизу. Обязательно переходите и подписывайтесь, чтобы видеть меня в онлайн режиме. А сегодня у нас с вами день достаточно интересный. Вечером придет подписчица, я вам ее обязательно покажу. Хотя, наверное, мукбанг выйдет быстрее, потому что видео мукбанг легче монтировать. Вот, скорее всего, вы сначала увидите мукбанг, а затем влог. Хотя бы по-хорошему надо бы это делать наоборот, чтобы был интерес смотреть влог. А то в мукбанге вы уже увидели подписчицу, какой смысл смотреть влог. Вот как-то даже нелогично получается. Вечером я жду ее, а до этого я хочу сходить по магазинам. Вчера в инстаграме вы видели, в каком виде, с каким прикидом я выхожу из дома. Просто потому что у меня нет пальто. Я хочу купить себе хорошее пальто. Или хотя бы на скидках что-то урвать из зимней одежды. Почему нет на следующий год? Вот, смотрю, Твиксик облизывает себе неприличные места. Хотела его заснять. И как только я включила камеру и направила в его сторону, он перестал облизывать свои вот эти места. Ну, вы поняли, да? В такой интересной и смешной позе он это делал. Видите, какой приличный мальчик, воспитанный. Да, мой сладость? Да, мамина радость? Для мукбанка решила пожарить себе котлетки. Знаете, очень удобно. У нас в морозилке были уже готовые полуфабрикаты. Просто вытащила, разморозила и жаришь. Делать заготовку полуфабрикатов на месяц, это просто нафотка. Я думаю, когда я выйду замуж, надо будет купить, не знаю, три морозильные камеры. И заготовится на год просто. Будешь ты котлетки? Нет, спасибо. Для меня это много. Бери. Я что-то застыкала. Да? С пахлавой. Я тебе сегодня смонтирую твою пахлаву. Отсняла для вас мукбанк. Сделала это быстро. Я сегодня вообще собой очень горжусь. Стало рано, уже 12, а видео уже на канале. Надо всегда так делать. Сегодня я планирую обязательно пойти пошопиться. Слава богу, наконец-то уже погода более-менее нормальная. Мне очень надо купить себе пальто. Тем более сейчас уже конец сезона. Во всех магазинах сейчас скидочки, акции. Этим надо пользоваться. Пальто мне нужно уже достаточно давно. Вот элементарно я вчера надела платье. И я просто с курткой была как клоун. Вы видели, наверное, в моем инстаграме это уже. Хочу коричневый цвет. Не знаю, какой я найду. Буду вам все это дело показывать. Возьму вас с собой, потому что знаю, что вы обожаете шоппинг-влоги. А я обожаю что-то себе покупать. Какое совпадение? Пойдем делать. А еще очень важно при шоппингах надевать что-то суперудобное. Я обычно скини, джинсы и какие-то обтягивающие вещи не ношу. Просто потому, что потом задолбаешься это снимать и заново одевать. Поэтому, скорее всего, какое-то платье. Может, даже это. Или вот это. Но оно более такое летнее. Поэтому, наверное, скорее вот это. Я просто офигела, ребят. Гляньте, какие булочки получаются. У мамы получилось лучше даже, чем у меня. У тебя размер, по-моему, побольше, да? Да. И поднялись они так круто. Рецепт в скором времени будет обязательно на мамином кулинарном канале. Так что ждите. Булки просто обалденные. Причем в магазинах у нас они стоят очень даже небюджетно. А так обходятся они вообще копейки. Единственное пальто, которое мне более-менее приглянулось. Вот такое вот красивое. С ремешком смотрится богато, дорого, красиво. Но я, если честно, хотела в коричневой расцветке. И вот эти вот пуговицы. Как-то, ну, не очень, честно. Мне кажется, какой-то возрастной вариант. И в этом же магазине еще продавались такие мимимишные уги на скидке. Вообще вся зимняя коллекция была там на скидке. И стоили такие уги 2000 всего-навсего. В этом же магазине мне очень понравился такой костюмчик. Я уже в раздевалке. Сейчас буду мерить. Стоит он что-то в районе 130 монат. Он очень хорошего качества. Еще штанишки такие. Вот это я уже примерила. Это самый маленький размер. Понятное дело, я все это носить буду не с сапогами. Рукав на месте. Очень даже ничего. По мне так. Смотрится красиво. И качество хорошее. Единственный момент, который меня не устроил. Вместе в комплекте еще шла вот такая вот футболочка, так скажем. Но мне она абсолютно не нужна. Но получается, что я должна платить и за нее тоже. Но она вообще, мне кажется, не подходит под этот прикид. Она полупрозрачная. Просвечивает бюстгальтер. Вообще не очень. Швы все хорошо прострочены. Ткань приятная к телу. Цвет потрясающий. В общем, очень понравилась мне эта тройка. Была бы она двойкой. Счастья моему, не было предела. Дальше заглянула здесь в Нью-Йоркер. Такие шорты мне понравились. Это кожа сам. Цвет такой, знаете, обалденный просто. И еще здесь есть в черной расцветочке. Классические такие. Интересные, конечно, на зиму. Но я все-таки решила померить вот такую юбочку. Это уже не шорты. Это юбка. И такую футболку короткую. И вот так вот это все смотрится. Я думаю, что очень хорошо сочетается. Единственный момент, что юбка, она мне мала. А больше размера нет. Вы просто не видите там сзади. Она даже не застегивается. А так бы получился обалденный лук. Очень жаль. В следующем магазине мне очень понравились вот эти шорты. Я вам все подряд снимать не стала. Только то, что мне действительно понравилось. Прям приглянулось. Я бы купила. Пошла в примерочную уже мерить джинсы. Здесь немного неудобно. Я придерживаю одной рукой дверь. Потому что она открывается. И это ужасно неудобно. В общем, здесь такие надрезы. Немного увеличивает в области бедер. Но мне кажется, это даже прикольно смотрится. Высокая посадка. Но не прям совсем высокая. А так, в общем и целом, мне нравится. Я давно хотела себе такие джинсики. Помню, что в этом же магазине вам снимала, показывала другие брюки, которые не взяла. Хотя все в комментариях говорили, что Айка, бери. Я не взяла, потом пожалела. Еще вот такой вот комбинезончик. Или как правильно он называется. Тоже смотрится очень даже ничего. Единственный момент, который не устроил меня здесь, это длина. Он достаточно длинный. Да и вообще вот эта варенка, так скажем, не совсем актуальна. Хотя был еще в белой расцветке вот этот вот. Белый смотрелся намного удачнее. И еще серый. Но, к сожалению, длина у всех одинаковая. Которая меня, к сожалению, не устроила. Дальше опять кожа. Посмотрите, какой обалденный цвет. А ткань какая? Не ткань, это, наверное, больше кожа или кожзам. В общем, очень приятный материал. Вот прям хочется трогать. Дальше топик. Я обожаю топики, особенно открытые. Это прям мой фетиш. Но это платье, девочки. Это просто мило очень. Очень мимимишно. Здесь такие слоники милые. Смотрится просто обалденно. Некоторые вещи, вы знаете, в магазинах я не покупаю. Просто из-за влияния подписчиков. Боюсь, что все начнут в комментариях писать, что какой ужас. Нафига тебе это надо? И все забиваю. Уже в другом магазине опять набрала себе платье и в раздевалку. Вот этот цветочный орнамент мне очень нравится. Посмотрите на это платье. Я чувствую себя королевой в этом платье. Хотя мне девушка сказала, что я похожа на бабушку. Но мне очень нравится подобный скромный такой вид. Но, к сожалению, этого платья не было моего размера. Это я сзади там завязала. Эта же моделька была в другой расцветке. Но уже здесь был мой размер. Но эту расцветку я уже не хотела. Здесь немножко грудь открытая. Но можно как-то булавкой закрепить. Такая скромная девушка из деревни. Что там по этой серии. Но так мне нравится на самом деле. А это прям разочарование. Очень не понравилось на мне. Слишком длинное. Мне такое не подходит. В общем, вообще не понравилось. Даже выходить не стала. Просто в раздевалке так вам показалось. Легка и все. А это платье из того же шифона. Просто в другом магазине. И стоит в 15 раз дороже. И на минуточку. Это не какой-то там бренд. Просто обычное платье. Хорошо пошито. И опять я с кучей вещей в следующем магазине. В раздевалке. Набрала всего. Опять это платье. Похожее на предыдущее из того магазина. Просто там не было моего размерчика. Немножко другой фасончик. На самом деле у этого платья. Есть еще вот такая вот расцветка. Но здесь опять нету моего размера. Почему нигде нет моего размера? Что за несправедливость, ребята? Но красиво. Дальше вот такая вот маечка, так скажем. И юбка. Не совсем маечка. Футболка точнее. Футболка мне не понравилась. Она мне маленькая. Прям конкретно жмет в области груди. Ее я брать точно не буду. А вот юбка. Ну посмотрите, какая прелесть. Снизу здесь шорты. Вообще бомба. Очень классная вещица. Дальше примерила вот такую вот уже маечку на лето. Я прям конкретно готовлюсь к лету в феврале, когда на улице минусовая температура. Прикиньте, уже завезли такие вещи. Ну вот что делать? Еще джинсы на витрине мне не очень понравились. Но надев на себя, я поняла, что я выгляжу просто как бревно. Такое бревнышко. Над этой юбкой я прям очень долго думала, брать ее или нет. Наконец-то я дома. Немножко устала, если честно. Но кое-что купила. Сейчас вам покажу все это дело. На самом деле мерила много чего. Но в конце взяла только две вещички. Одну юбку и одни джинсы, которые вам сейчас покажу. Как вы думаете, пишите внизу, что я взяла, пока я вам не показала. Просто хотелось рассказать одну ситуацию, которая приключилась вот сегодня. Девушка переодевается в раздевалке. И там не то чтобы дверь, а там такая шторка. И приходит каждый раз, подходит девочка, ребенок, играется, берет эту шторку. Постоянно открывает, потом опять закрывает. И эта девушка несколько раз делала замечание ребенку, что не делай, не делай так. Ну, понятное дело, я девушку тоже понимаю. Она не хочет, чтобы ее в белье видел весь магазин. Ну, это понятно. Вот. И самое удивительное заключается в том, что мама этой девочки тоже стояла вместе со мной в очереди. И даже не делала своему ребенку замечание. Просто улыбалась. Я вот реально не понимаю таких родителей, почему нельзя правильно воспитывать своих детей, чтобы они не нервировали других. То есть это как-то даже некрасиво. Эта девочка вырастет, она не будет понимать, что хорошо, что плохо. Я не говорю, что надо сразу брать ребенка за волосы и вот тянуть, не знаю, бить по всему магазину, орать на него. Нет. Ну, хотя бы как-то сделать в культурной форме замечание. Может быть, дома сесть, поговорить с ребенком, чтобы она не допускала такого. Потому что это крайне некрасиво. Но это так, я к слову. Просто у меня такие впечатления после этой ситуации. Девушка три раза сделала замечание ребенку. На четвертый раз она накричала и на ребенка, и на маму. Сказала, почему вы не можете воспитывать детей. Там, зачем рожать, если вы не можете воспитать. И так далее. Ну, в общем, в грубой форме она выразилась. Ну, в общем и целом, ее тоже можно было понять. То есть, я ее тоже понимаю, с одной стороны, возможно, не в такой грубой форме. Но все равно, в какой-то степени, она тоже права. Я уже палюсь, где я купила. В общем, магазинчик мне нравится. У них такие раздевалки удобные. Хотя, в этот раз мне попалась кабинка, где не было, к сожалению, вот этой вот штучки, чтобы закрыть. Ну, очень крутые у них кабинки. Так удобно. Внутри зеркало, никуда выходить не надо, никто за тобой не подглядывает, как это делается в Нью-Йоркере. Постоянно, вот эти вот продавщицы, они постоянно подглядывают за тобой. В общем, взяла такие джинсы. Мама сейчас увидела, говорит, просто ужас, айка. Сейчас я буду мерить и вам покажу. Цена 27 монат. Но я считаю, что это хорошая цена за такие джинсы. На лето самое то. Длина хорошая. Немножко, опять же, вот в этой области немножко топорщилась. Но я решила взять. Помните, в прошлый раз я мерила, как раз таки в этом же магазине. И мне все в комментариях написали, айка, почему ты не взяла эти джинсы. В этот раз я как раз таки шла за теми джинсами, которые были в прошлом влоге. Но их уже не было, их кто-то купил. Вот немножко меня смущает, что здесь немножко как-то топорщится. Возможно, мне кажется, так и должно быть. Вместе со мной в примерочной мерила еще и девушка. И она говорит, что эти джинсы конкретно полнят. Не могу с ней не согласиться. Это на самом деле так. Но мне кажется, круто сейчас модно иметь такие, знаете, огромные ляжки, а-ля Кайли Дженнер. Ну, Кайли, это, конечно, вообще ужас какой-то. Ну, а так прикольно. Мне лично нравится. Причем я их купила, мне кажется, недорого. Один сезон поносить. Потому что последнее время, девочки, мне вообще не нравятся джинсы скини. Я не знаю, как вам, но у меня в шкафу где-то 12-13 пар джинсов скини. Я не знаю, куда я их буду девать. Такие же точно брюки были черные. Я думала, может, черные взять. Потом в конце остановилась на синих. Классика такая. На лето прям вау. Ты мой сладкий. Ты мой бублик, мамин. Мамин бублик. Мамин бублик. Мамин бублик. Не знаю, догадались вы или нет. Скорее, наверное, нет, чем да. Купила вот такую вот юбку, шорты. Смотрится просто обалденно. И самое главное, удобно. Ничего не видно, потому что внутри здесь есть такие вот шортики. Ткань такая, знаете, плотная. И при этом очень приятная на очередь. Супер. Стоила она всего 15 монат. Представляете? Это новая коллекция. Еще думала над платьем похожего орнамента. Но потом в конце брать не стала, потому что сейчас все равно не сезон. Это я все носить буду через два где-то месяца. А за два месяца выйдут новые модельки, которые я буду смотреть. Я просто влюбилась в эту юбочку. И здесь шортики. Гляньте, как красиво. Вот длина идеальная. Просто прикрывает все, что нужно. Если вы нагнетесь, опять же, шортики спасают. Такой небольшой ремешок. Приятная ткань. И цвет такой, знаете, прям поднимает настроение. В восторге. Просто в восторге. И вы знаете, когда я ее увидела на витрине, я даже подумала, что нет, как-то будет полнить. Не надо, но нет. Просто супер. Я переоделась уже. Делала то, что мне удобно. Заказала суши, заказала Макдональдс. И еще мама приготовила бургер. И думаю, что стол будет такой аппетитненький и интересный. Жду. Немножко, если честно, как-то даже некомфортно. В том плане, что человека совершенно не знаешь. Я же каждый раз, когда с подписчицами снимаю, у меня всегда такое, знаете, волнение. Потому что к тебе приходит человек, которого ты абсолютно не знаешь, никогда не видела. Ты не знакома с этим человеком. Но я уверена, что мы подружимся. Вот. Будет интересное видео, потому что человек тоже разносторонний. Он такая... Мы с ней по видеосвязи, кстати, разговаривали, когда она у меня интервью брала где-то, наверное, полтора года тому назад. Вот. И как раз в живую познакомимся. К сожалению, пока что доставки ничего не привезли. Но я уже начала раскладывать. То есть, организовываю все это дело. Освещение у меня уже стоит. Камера. Зарядила ее. Подготавливаю все это дело. Смотрите, какой фулиган. Какой фулиган съем я тебя. Вот. Купила воду и еще купила напиток. Думаю, что должно получиться интересно. Как всегда, нифига ничего не успеваю. Сейчас вот начинаю делать бургеры. Вы мне, кстати, подсказали в комментариях, что лучше сыр класть либо снизу котлетки, либо сверху, чтобы он успел расплавиться. И здесь соус барбекю. Здесь яичница, помидорки. Сейчас будем все это организовывать. Уже суши заказала, Макдональд заказала. Бургер из собственного производства обещает быть жарко. Вот такой вот аппетитный красавчик у нас получился. А это, видимо, роллы. Я, слава богу, все успела, все разложила. Тут у нас Макдональдс, Наггетсы. Тут у нас бургер обалденный. Роллы. Луковые кольца, любимый. И опять я промахнулась соусом. Там, короче, два соуса идут в подарок. Я опять забыла их там указать. Поэтому мне дали кетчуп. Жалко, но ничего. У меня дома другие соусы тоже есть. Надеюсь, что Лейла любит кетчуп. Лейлуш уже пришла. Мы уже сняли видео. Посмотрите, какая красотка. Ну, какая красотка. Жижие волосы. И вот мы сидим уже. Мукбанг сняли. У нас вот уже все. Доели. Сейчас сидим, рассуждаем о жизни. Не думала, что настолько будет нам интересно вместе двум незнакомым людям, которые никогда друг друга не видели. Ну, все, Лейла уже ушла. Классно посидели, пообщались по душам. Только мама тут сидит и переживает, что ее бургеры не поели. Мама, там были роллы. Извини. И тем более неудобно. Даже дело не в этом. Неудобно было их кушать и болтать. А так они очень вкусные. Мне, например, очень нравятся твои бургеры. Это нечто. Я вам хотела показать, что же мне принесла Лейла. Да-да-да-дам. Вы, наверное, думаете, что это вино. Но на самом деле нет. Это вот такие ароматные палочки. И сейчас мы это дело распакуем. У меня, если честно, никогда не было такой штуки. Вот. Лейла сказала, что помнишь, ты в видео говорила про то, что еду не надо приносить. Но все равно сейчас мне удобно было. Открываем. Распаковочка. Ой, мам, тут такой аромат стоит. Ты вообще когда-нибудь взяла такие вещи? Пахнут они. Мы как будто первобытные. Точнее, я. Говори за себя-то. Ой, как... Одну минуточку. Сейчас я разберусь. О, тут много. Вот так вот. Мам, приданное мне такое купить. Ты-то-ки. Твиксик тут такой. А эти палочки туда, да? Ну, вроде как, не все надо сюда. Надо инструкцию почитать. Один, два, три. Нет, все надо сюда. О! Все или не все, я не поняла? А там крышка не с дыжечками, посмотрите. А, да. Ой, как ты это поняла. Извиняюсь. Вот так вот. Теперь через дыжечки надо поспать. И через вот эти штуки, мам, идут в другие комнаты. Через вот эти штуки, мам, идут в другие комнаты. Я могу склеить между собой, чтобы в твою комнату тоже. Красиво смотрится по мне. Спасибо огромное, Лилуш. Мне очень-очень понравился презент. Останется на память. Будет радовать меня, мой нос. Маму, бабушку, да всех. И аромат такой, знаете, приятный. Тут такие цветочки полевые. Прям вообще кушка. Буду домой покупать. Никогда просто не пробовала, поэтому даже не знаю, что это такое. Ну, в общем, мои хорошие, уже пора закругляться. В общем, мои хорошие, на этом все. Будем закругляться. Если вам понравился этот влог, то обязательно ставьте лайки. Не забывайте подписываться. Мне будет безумно приятно. Всех люблю, целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok